Центр Барнаула «Красная линия» – памятник деревянного зодчества по улице Пушкина, 45. Его карнизы и наличники до сих пор украшает ажурная резьба. Когда-то под угловой башней размещался красивый балкон, был оборудован парадный вход. Саму башню венчала кованая решетка с треугольниками и полумесяцем. Некоторые эксперты усматривали в этом масонский символ. При этом, по одной из версий, в этом доме проживал священнослужитель поп Петропавловского собора. Дом Петра Казакова, как и большинство старинных зданий, оброс легендами. Но это только в плюс, считает известный краевед и экскурсовод Данил Дегтярев. Чем интереснее судьба постройки, тем больше желающих познать ее историю. Особенно, когда прежде заброшенная усадьба превращается и начинает вторую жизнь. Первая у дома, рожденного сразу после революции, была неровной. Впрочем, это прослеживается и в архитектуре строения. Одной из особенностей этого здания является его асимметричность. И вот вы можете видеть со стороны улицы Пушкина деревянный фронтон, тоже украшенный резьбой. А со стороны соборной площади здесь такого нет и там окон меньше. Вот уже больше 10 лет, как памятник архитектуры регионального значения, является аварийным. Спасти его от разрушения может заботливый хозяин. Здание выставили на аукцион всего за рубль. Но собственник обязан будет провести срочный ремонт цоколя, стен и крыши, а также отреставрировать внешнее резное убранство. Здесь крыша есть, здесь окна есть, здесь двери есть. Здесь, в принципе, здание целое. Да, там нужно будет архитектурные элементы менять, там бревна, наверное, менять, потому что вот трухлявое все здесь сыпется. Но здесь это вполне реально. И, в принципе, вот здание в таком состоянии, но, допустим, в не самом лучшем, но еще и не слишком разрушенном, вполне хорошая практика продавать за рубль. Почему нет? Архитектура за рубль не первая практика для Барнаула. Ранее по такой стоимости фонд имущества края выставлял на аукцион известный торговый дом Сухов и Сыновья. Четыре года на лод с истории никто не заарился. Но как только земельный участок сняли с продажи и предложили в аренду, претендентов нашлось немало. И рубль в итоге превратился в миллионы. Своё здание я купил за 7 миллионов 777 тысяч, 777 рублей. Это только здание. Землю я не покупал, она в аренде у меня находится сейчас. Собственник здания четвертый год реставрирует объект благодаря льготному кредиту. Но сегодня, говорит инвестор, процентные ставки заметно выросли. Поддержать частников могла бы региональная целевая программа по восстановлению памятников архитектуры. Отвлекать большие суммы на восстановление, понятное дело, крайне не очень способен. Но если говорить про субсидирование процентной ставки по кредиту, и чтобы предприниматель мог получить эти деньги в качестве кредита, по низкой ставке, и вернуть потом эти деньги государству, я думаю, это очень разумно было бы. Известно, что кроме ажурного дома на Пушкино, продать за рубль хотят еще несколько памятников архитектуры. Власти уверены, что это реальный шанс сохранить историю. Но чтобы развалины превратить в городские жемчужины, мало их приобрести, нужно еще отполировать. А это тоже далеко не грошевые деньги. Елена Макаренко, Алексей Фризин. День с толком.